Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами Елена Калашникова. Мы поговорим о звуке, о правильном звуке и позиции нашего голосового аппарата. Для того, чтобы понимать, как человек должен вообще себя ощущать, нужно ему показать несколько позиций. Значит, я в первую очередь всегда прошу человека показать свой диапазон, и как он четко берет, например, нотки на скачок. Я вот такое упражнение, например, всегда спрашиваю у людей. Чаще всего люди приходят в коллектив петь, поэтому они понимают, что совсем без голоса не бывает такого. И, в общем, чаще всего попадают на вот эту квинточку, и по лутонам я пробую его вверх и вниз, понимаю, что он может в хоре моем представлять, в ансамбле. Представлять либо это альп, либо это сопрано, ну, начиная опять же с середины. Вроде бы все понятно, да? Вот всего лишь квинт оперется, но до какого диапазона человек может дойти, до какой верхней ноты. Вот, значит, здесь мы останавливаемся и начинаем мы позже уже развивать его диапазон. По одной ноточке вниз опускать, по одной ноточке поднимать вверх. Вот, но поначалу нужно рассказать позицию аппарата голосового. Как должно, например, что вы должны ощущать при том, когда вы, например, поете вот эту гласную А. А вот гласная А, она, значит, должна проходить... Это самый яркий звук в вокальном исполнении. Он проходить должен через открытое горло, диафрагму. Сначала от диафрагмы, потом, значит, поступает вот сюда вот на связки. И связки вибрируют, естественно же. Потом нужно показать купол, потому что если это будет не купол, это будет такой плоский неприятный звук. Вот этого я всегда избегаю. Поэтому вот попробуйте дотронуться до мягкого неба языком. Вот вы дотронулись до него, и потом сказали звук такой Ч, Ч. Не просто Ч, вот сюда вот на зубы, да, а Ч, Ч, вот туда. Ч, 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 Ч. И попробовали попеть. Ч, 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 Ч. Вот, вот это самая правильная позиция. Сейчас у вас воздух пойдет, именно правильно на зубы будет сформирован вот этот звучок. Ч, 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 Ч. Так, и вот еще я недавно смотрела мастер-классы и вот подсмотрела такое интересное занятие Александра Ведерникова. Значит, он говорит о том, что когда он учился в Италии, там вот звук А практически не использовали при распеваниях. А распевали всегда на И, на У и на Е. Вот это такие звуки, более глубокие и более собирающие звук наш. Музыкальные. Голос, то есть собирающие. Значит, смотрите. Если на У петь, это самая-самая правильная позиция. Вроде бы глухо звучит, да, но нужно вот добиваться звона, чтобы эта У, она старалась попадать на верхние зубки. То есть, проходя через наш высокий вот этот купол нёба, она попадает в верхние зубы, и тогда он получается такой вот озвученный и звенящий этот звук. У-у, или О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О. О более звенящий, он более открытый, а вот звук У на нем нужно подержать как можно дольше, допустим, при распевании. Тогда, если это будут регулярные такие занятия, то, естественно, голос уже встанет в нужную позицию сразу же. Ну, я вот еще покажу, давайте, вам несколько упражнений, которые, во-первых, и дыхание развивают, и нужную позицию голоса. Вот, например, распевается так. И можно налет также делать. Л-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Еще. Да, и давайте попробуем. Л-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Я вам советую при распевании никогда не использовать форте, потому что связки должны разогреться и не быть травмированными ни в коем случае, потому что нам, естественно, нужно оставлять силу на наш основной репертуар. Поэтому при распевании только мецепиано, в крайнем случае, или мецепиано, допустим. Спасибо!